Я хочу продолжить ту тему, которую начало прошлое воскресенье. О лукавстве. Вот что такое лукавое поведение. Я хочу, чтобы даже на примерах мы с вами увидели ярче, потому что очень часто, можно сказать, что каждый из нас в этом немножко замешан. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто живет так. А кто-то иногда. Но давайте будем избавляться от всего. Хочу задать вам вопрос. Хотите быть как дети? Как Иисус сказал. Если будете, не станете как это дитя, не войдете в царство. Вот уже один поднял руку хочет, и второй тоже. Аллилуйя. Если мы хотим стать как дети, тогда мы должны перестать играть. Артистами надо перестать быть. Не надо жить как на сцене. Вы знаете, человеку свойственно играть. Свойственно. Вот как-то выбирает себе какую-то роль. И перед другими в этой роли ходит. Ролей очень много. Некоторые играют роль обиженных, чтобы их все время жалели. Некоторые несчастных. Чтобы таким образом себе приобрести тех, которые будут все время рядом жалеть. И в этом находят удовольствие, я поражаюсь. И я удивляюсь, что люди это нравятся. Роль, понимаете, не являются таковыми. А играют роль благородных людей. Им очень важно, чтобы их почитали. Некоторые играют роль праведников. Страдающих за Христа. А вместо этого они за свои собственные грехи и ошибки страдают. Я с такими встречалась, мои хорошие. Я не выдумываю. Ролей в мире много. И всех трудно перечесть, но хочется сказать, подумай каждый, какую роль играешь ты. Хотелось бы, чтобы не играли. Чтобы вы были. Я вам скажу, что даже молиться можно, входя в роль. В роль праведника. В роль страдальца. И так красиво молиться. Артисты. Бог смотрит на тебя, ну хватит артистизмить. Потому что ты не такой. И не надо пальцем показывать на кого-то. Это делаем мы. Очень часто. Вы знаете, даже наедине сам с собой человек играет роль. Настолько входит в роль, что не может оттуда выйти. Даже наедине стоишь ты один и Бог, и ты молишься об озлуженной крови, потом обоминаешься. Так, так. А давай-ка спустись и будь человеком. И начинай просто разговаривать со Христом. Не роль праведного, просто со Христом. Бог любит честных. И слышит честных. А не артистов, понимаете? Не надо жить для того, чтобы играть, для игры. Иисус осуждает это и называет это лукавством. Лицемерием. Не любит Он это. Нам нужно стать честными, открытыми. Вот как дети. Почему Он сказал, будьте как дети. Матфея 23, 5, 13. Здесь так говорится. Что все делают для чего? С тем, чтобы видели люди. Вы помните, я говорила прошлое воскресенье. Все делают для того, чтобы видели люди. Увеличиваются, украшают себя. Более духовными становятся. На виду. Расширяют хранилища свои. Увеличивают воскресенье одежды своих. Любят большие собрания. Предвозлежание, пиршенство, председание в синагогах. Это все, кто любит. Лицемеры и лукавые люди. Понимаете? Это все лукавства. Народных собраний, чтобы их видели люди. Звали их учитель, учитель. Некоторые строят так жизнь. Понимаете? Чтобы признанными быть людьми. Не Богом, а людьми. Не хочется, чтобы мы были настолько лукавыми внутри себя. Господь говорит, горе вам, лицемеры. Вы затворяете Царство Небесное человеком. И сами туда не входите. И других не вводите, потому что лукавство туда не идет. Мы должны стоять пред Богом. Ходить пред Богом. Жить пред Богом. Строить служение пред Богом. Угождать Богу. Искать Его одобрение. Даже если никто не видит тебя и не замечает, это не важно. Важно, Бог тебя заметил или нет. Бог тобой доволен или нет. Богу ты угождаешь или нет. А если ты ходишь пред людьми, тебе очень важно, чтобы увидели, чтобы услышали, чтобы узнали, чтобы тебя оценили. Но если не видят, то даже зачем? Никто же не видит. Зачем быть праведником? Зачем вообще все это делать? Но Иисус учит обратно. Давайте еще посмотрим. Матфея 6, 16, 18. Он говорит, даже когда поститесь. Вот мы сейчас берем пост с вами. Он говорит, даже когда поститесь, не будьте унылые. Не надо, чтобы все видели, что вы в посте. Не для этого же мы постимся. Он говорит, это лицемер. Как лицемерый. Ибо они принимают на себя мрачные лица. Принимают на себя мрачные лица. Пощусь я такой. Чтоб все видели. У, она постится. Да, пощусь и радуюсь. Это мои отношения с Богом. Правда? Зачем я пощусь? Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Вы знаете, как мне больно. Показаться людям. Показаться людям, какой я хороший, какой я добрый, какой я милующий, какой... Показаться. Иисус говорит, ну, хорошо, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. За что вы получаете награду от людей, и все, вы уже получили. Но ты, когда постишься, помашь голову твою. То есть, приведи себя в порядок. Наоборот, это у тебя должно быть торжество, праздник. Это ты пред Богом. Ты с Богом. Это общение с Богом. А если ты постишься, потому что скорбь... Опять у тебя и Бог. Ты Бог. Не пред людьми. Понимаете? Это называется лицимерие. Бог не хочет этого. Он ищет не артистов. Может быть, ты хороший артист. Может, ты народный артист вообще. Есть такие. Народные артисты. Признанный народом. Как служители. Нет, пусть будешь ты признан Господом. Не актер, а служитель Божий. Раб Бога живого. И так не надо показываться. Показываться не надо. Не призывайтесь вы к этому. Вы призываете к тому, чтобы вы были. Понимаете? Не показывались. Лука 20, 47 говорится. Которые предают дам и вдов. И лицемерно долго молятся. Так они же лицем... Они же долго молятся. Так красиво молятся. А Господь говорит, они примут тем большее осуждение. Почему? Лицемерно. Показуха. Мы должны быть искренними. Я хочу видеть искренние сердца. И когда молишься, искренне молишься. Долго ли, коротко ли, искренне. От сердца. Изнутри. Не на показ. Понимаете? Поклоняешься не на показ. Поклоняйся так, чтобы ты Бог. Чтобы быть услышанными на высоте. Для того, чтобы видел Господь, но не люди. Не для людей. Мы живем не для людей. Мы живем для Господа. Как Павел сказал, кушаем ли? Для Господа кушаем. Не кушаем для Господа, не кушаем. Живем ли? Для Господа живем. Умираем для Господа, умираем. Не для людей. Для Господа. Бог видит все. И Он воздает. А когда люди воздают вам честь, хвалу, поклонение, ну, получайте от людей. Вы от Бога уже ничего не получите. Но мне так больно видеть, что человек ходит перед людьми. И что очень важно, чтобы люди почтили, люди заметили. Иногда даже на Фейсбук взглянул и разочаровывался. Потому что что-то сделает доброе дело, и сразу на Фейсбук. И всем, вот я принял, вот я сделал, вот я это. Ну и что? Ну, принимай славу от людей. Принимай имя от людей. А пред Богом ты уже ничего. Там уже зачеркнуто все. А в делах уже нету ничего. Потому что ты сделал на показ. Делай так, чтобы видел Господь. Искренне. Это уже не искренне. Если ты этим хвастаешься, выставляешь, это уже не искренне. Ты уже ищешь, чтобы тебе была хвала. Что это? Лицеберное и лукавое хождение. Так говорит Господь, и я думаю, вы со мной согласитесь. Господь хочет, чтобы у нас все было искренне. Вы знаете, что есть даже люди, которые смеются на показ. Чтобы показаться, радующиеся, показаться. А ты знаешь, что ему совсем не весело. У него там кошки скребут. Но что, вы знаете, даже радуются вас в отместку. Боже, как мне это больно видеть. Как мне больно видеть. Когда ты правда радуешься. С тобой хочется порадоваться. Но когда ты радуешься назло кому-то. Как по-вашему, что это? Это праведники? Это христиане? Нет, мои дорогие. Все должно быть очень искренне. Написано, плачьте с плачущими. Не с теми, которые делают себя плачущими. Радуйтесь радующими. Не теми, которые себя выставляют радующими. Будьте не артистами. Будьте откровенными пред Богом. Я так хочу, чтобы каждый верил вам. Чтобы народ на улице верил вам. Чтобы придут сюда новенькие верили вам. Встретились с чистыми людьми. И не разочаровывались. Да, я понимаю, что не надо разочаровываться в людях в церкви. Я-то это понимаю. Я-то понимаю, что церковь состоит из просто людей. Но в основном приходят сюда и хотят увидеть святых. В этом мире такое представление, что в церкви святые люди. Я бы хотела, чтобы было так. Но в этом мире такое представление. Поэтому они, приходя сюда, разочаровываются. Сталкиваются со сплетниками. С наговорщиками. С артистами вот этими. И разочарованные уходят. А как, по-вашему, те, которые привели человека в разочарование, не ответят пред Богом потом? Ответят. Как написано? Не соблазни никого, да? Потому что лучше в тебе жернова повесили и утопили, чем ты и соблазнил кого-то из маленьких, и слабеньких. Будьте искренними. Искренность, она видна. Чистота, она видна. Ее видят на расстоянии. Только столкнувшись с тобой, только немножко поговорив. Видят. Понимаете? Я очень хочу, чтобы мы так же относились и к Богу, и друг к другу. И Бог ждет искренности от нас. И мы друг от друга хотим искренности согласиться. И нам приятно, когда мы встречаемся с честным человеком и разговариваем на честных правах. Я вам однажды читала, может даже не однажды, как Исайя пророчествует и обличает народ Божий. Как Бог смотрит на все это, как на наглость. Когда человек играет двойную роль. Один он есть, а перед Богом кажется. И стая один, 13-14. Бог говорит, не хочу таких даров, не хочу такого. Не носите больше даров тщетных. Курение ваше отвратительно для меня. То есть, не приносите молитв. Вот таких лицемерных, лукавых. Бог говорит, противно для меня, отвратительно. Новомесячные субботы, праздных собраний не могу терпеть. Вот эти прославления ваши, если вы с нечистым сердцем, не могу терпеть. Почему? Потому что беззаконие и празднование. Новомесячи ваши, праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Вот так Господь рассматривает лицемерное отношение к Нему. Лицемерные лукавые молитвы. Прославление, когда построено на лицемере, на лукавстве. Когда тебе это не надо, а ты делаешь вид, что все видели. Я в этом числе. Я в числе святых, я в числе праведных, я в числе поклоняющихся и прославляющихся. Беззаконие и празднование. Человек такое совершает. И по отношению к Богу, и по отношению друг к другу. Вы знаете, все должно быть искренне. Плачешь. Плачь искренне. Искренними слезами. Радуйся. Искренне радуйся. Понимаешь? Если ты праведный, действительно им будь. Если ты что-то делаешь, постишься, действительно пости с Господом. Если делаешь добрые дела, делай их для Господа. Ни для народа, ни для людей, ни на показуху. Не труби перед собою, чтобы даже сам поднимался в собственных глазах, какой я хороший. Сколько я делаю? Ведь написано, не труби пред собой. Не перед любми даже, пред собой не труби. Знаете, как опасно самому себе похвастаться. Самого себя похвалить. Потому что внутри тебя гордыня уже есть. Ее подпитывать не надо. Ее надо голодом морить. Голодом морить за свою гордыню. А если вы будете трубить пред собой, ваша гордыня поднимается. А ты уже на других смотришь свысока. Господь все это видит. А потом ты хочешь показать себя правильным, таким, добрым, лицемерным. Бог говорит, лицемерный. Все, что мы делаем, делаем искренне. Если ты даже плачешь, манипулируя, чтобы другой уже ходил вот так перед тобою. Это лукавство, это лукавые слезы. И это ведь присутствует. Ведь человек так умеет делать. Когда у тебя болит душа, ты и Господь. Ты и Господь. И Он помогает. Искренне Бог всегда помогает. Когда ты искренне, понимаете, пред Ним. Как Бог хочет это видеть. Он хочет, почему Он сказал, будьте как дети. Не умом. Умом и совайтесь взрослыми и возрастайте. Мы своей чистотой, невинностью, нам надо в это приходить состояние. Вы посмотрите, настолько человек лукавый, его этому учить не надо. Что Еремия пишет в 17, 9, 10. Лукаво сердце человеческое и более всего. И крайне испорчено. Уже без того, понимаете. Кто узнает Его? Я Господь. Проникаю в сердце и испытываю внутренность. Чтобы воздать каждому по пути Его и по плодам дел Его. Кто узнает, какое сердце лукавое, да? Господь говорит, я. Я узнаю. Потому что я проникаю в сердца. И каждому воздам по пути Его. По пути сердца. По пути мыслей. По пути намерений. И по делам. Вот это соответствует тому, что ты делаешь. Или нет? Господь говорит, я вас дам. Да, крайне испорчено. Еремия говорит 9, 5. Каждый обманывает своего друга. И правды не говорят. Приучили язык свой, говорит ложь. Лукавствуют до усталости. И это характеристика народа Божьего. Понимаете? Вы думаете, ну это Ветхий Завет. А вы что, не видите, что народ не меняется? Ветхий Завет, Новый Завет. Народ тот же самый. Это Завет Новый, а народ тот же самый. Те же самые грехи адамовские. Мы просто имеем возможность побеждать Иисусом Христом. Мы имеем возможность избавляться. У нас есть Дух Святой, Который помогает. У нас есть Господь, Который все прощает, омывает, очищает. Но мы должны этого хотеть. А если мы остаемся Этими самыми лицемерами, ацистами Ничего не поможет. И Новый Завет не поможет. Поэтому Иисус принес новое учение И обличает лицемерие В Новом Завете. Уже когда Он пришел, увидел, вот этого хватает. Говорит, будьте как дети. Если не будете как дети. Вы не войдете, не увидите. Царство Божье, Вы не увидите. Поэтому мы должны прийти в это состояние. Невеста Иисуса Христа Должна быть подобна Ему. Вы знаете, однажды я такие слова Тоже интересные услышал, Хотя мы, казалось бы, должны были Это все понимать. Когда Бог создал человека И подумал, что Ну, нехорошо человеку быть одному То Он сказал интересные слова Создам Ему Кого? Соответствующего Ему Вы понимаете, какое важное слово Он сказал? Соответствующего Ему Соответствовать мы должны А я тебе хочу сказать О Христе и Его невесте Та невеста Которая соответствует Своему жениху Та жена, которая соответствует Своему мужу Какой у нас Иисус? Вот кто соответствует Ему? Почему Он сказал, что Он пришел Для того, чтобы сделать нас Образом Подобием образа Подобием образа Это было Его предназначение Когда Иисус Когда сказано, что Бог нас предизбрал Предугадал Предопределил Быть подобием образа Вот это невеста А остальные просто народ Спасенный, слава Господу Но кто хочет быть невестой Надо соответствовать Поэтому Он и говорит Что Его ученики Это те, которые идут за Ним Вслед, вслед Повторяют Ему жизнь Вот Он говорит, что Это будут соответствовать Они будут соответствовать Они будут там, где Он Они будут подобными Ему Повторять за Ним След в след Станут образом К этому мы призываемся Мы должны все делать искренне Должны соответствовать Его искренности Его порядочности Его праведности Его чистоте Его доброте Его любви Он говорит Любите так, как Я возлюбил И предал Себя За Церковь За народ Вот такая искренняя Любовь должна быть Они лукавые, притворные Вы помните, как Иисус Однажды увидел Одного из израильтян И говорит Вот истинный Израильтян В ком нет лукавства Значит, кто истинный В ком нет лукавства А если есть лукавство Тот истинный Истинный праведник Нет Не истинный Это вот оценка Иисуса Вот истинный В нем нет лукавства А какое воздаяние у лукавого Мы знаем с вами Какое воздаяние Он пойдет куда? Там, где лукавый Господин лукавый Итак, мы призваны Быть искренними Мы призваны быть Соответствующими Иисусу Христу Мы должны понять это Измениться Изменить себе Даже когда вы Один на один С собой в доме Оставайтесь Искренним Честным Праведным Святым Не лукавьте Не лицемерьте Не играйте Если человек Себя даже Выставляет жертвой Нет ему От этого пользы Это должно быть Действительно жертвой Как Павел сказал Я становлюсь Жертвой за жертвой Но вся его жизнь Об этом свидетельствует А если человек Играет себя Жертвой За Христа Просто хороший актер Ничего больше Только люди похвалят А Господь нет Для Него это Никто и ничто Понимаете? Мы же должны Господу нравиться Итак написано Иисус сказал Это тоже Эти слова Это у Матфея 6 2-7 Написано так Когда творишь Милостыню Не труби Прид собой Как делают Лицемеры В синагогах И на улицах Чтобы прославляли Их люди Истинно говорю вам Они уже получили Награду свою У тебя же Когда творишь Милостыню Пусть левая рука Не знает Что делает правая Чтобы милостыня Твоя была В тайне Кто любит Чтоб в тайне Оставалась милостыня Думаю Никто Всем хочется Чтоб кто-то похвалил Чтоб кто-то заметил Сделал что-то И хоть бы Кто-то заметил Что я сделал Доброе дело Чтоб похвалили А Господь говорит Оставь в тайне И Отец твой Видящий тайны Воздаст тебе явно Вот к чему мы призываемся Не буду зачитывать Все Евангелие есть у вас Остальное Бог Называет лицемерие И лукавство Я так хочу Чтобы мы пересмотрели себя Вот сегодня Меня порадовала Одна сестричка И даже могу сказать Не одна А две сестрички Которые На утренней молитве Тоже молились И хотели Ходить в судах Божьих Хотят ходить Во свете Это и есть свет Я вам всем советую Чтобы внутренность ваша Была Богом проверена Испытана Если это не произойдет Сейчас Вы какие есть Такие придете туда Потому что Внутренность наша Умеет себя оправдывать Поэтому я вас Призываю К тому Чтобы вы Хотели Испытать Своё сердце Испытать Свою внутренность Чтобы не были Артистами Поверьте Многие Я могу сказать Все Артисты Даже Пред собою Поверьте Мне Но когда Вы искренне Станете Вы увидите Это И скажете Да Господь К сожалению Есть такое И тогда Исправитесь Если человек Себя не видит Никогда не исправится Когда человек Сказал Я прав Он уже не покается Если он сказал Я в этом Правильно поступаю Он уже не исправится Только тот Который признает Исправляется Изменяется И переходит Из славы в славу И возрастает Из веры в веру А этот Как стоял Так и будет стоять Потому что Он поставил Себе точку Я уже готов Я уже правильный И не хочет слышать Никаких обличений Ничего принимать Он сам Для себя Режиссер Вот Давид Псалом 17, 26, 28 С милостивыми Ты поступаешь Милостивым С мужем искренним Искренним С чистым Чисто А с лукавым По лукавству Его Ибо ты Людей Угнетенных Спасаешь А очень надменные Унижаешь Надменные Это те самые Лукавые Они надменные Они о себе Слишком хорошо И думают Что все Так должны Их видеть А Бог Видит Утренность Поэтому И говорится С лукавым Поступает По лукавству Их Ах ты Лукавый Ты хочешь Чтобы тебя видели Люди Получают Награду А когда Придешь На небо Будешь Гол Как Сокол Потому что Все Получил На земле А с искренними Бог Поступает Искренно Поэтому Искренний Человек Все время Обличается Это Искренность Божья Это Он Любит И Все Время Обличает Чтобы Тебя Поправить Потому что Он Очень Хочет Видеть Тебя Рядом С собой Очень Хочет Видеть Тебя Святым Без Порока Без Питна Это Благодать Когда Тебя Обличают Благодать Вы Призываетесь К этой Благодати Вы Понимаете Как Иисус Не любит Лукавства Как Он Не Хочет Чтобы Мы Уподоблялись Даже Им Не Уподобляйтесь Превзойдите Фарисейское Лукавство Я Вас К Этому Призываю Ему Неприятно Находиться В этом Обществе Мы Говорим Приди Сюда Приди Будь Среди Нас Будь Внутри Нас Будь Рядом С Нами Будь На этом Собрании Он Хочет Видеть Здесь Искренних Вот Он Пришел В Свой Народ И Был Среди Кого О Род Лукавый Прелюбодеянный Среди Народа Божьего Находился И что Он Видел Ищут Не Его А Ищут Знамения Чудес Дары Духа Святого Так Можно Говорить Признаков Того Что Бог Действует А Самого Господа Они Ищут Род Лукавый Прелюбодеянный Ищет Знамения И Знамения Не Даст Ему Кроме Какого Кроме Знамений И он И пророка И Ушел Отставил И ушел Сказал И ушел Вот Распятый Христос Вот вам Знамение Его Признавайте Его Принимайте При Ним Ходите Он Наше Спасение Он Наша Слава Он Наша Чистота Он Наша Праведность Он Все Во Все И Как Он Хочет Быть Все Во Все Для Каждого Из Нас И Как Он Хочет Вот Здесь Быть Действительно Для Каждого Из Нас Все Во Все Царем Господом Богом И Пастором Чтобы Ему Поклонялись Искренне И И Только Здесь А На Каждом Месте Дома У Себя Друг Перед Другом Муж Перед Женой Жена Пред Муж Брат Перед Сестрой Сестра Перед Брат Перед Детьми Перед Родителями Искренность Не Артисты Искренность Честные Благородные Каждый Из Вас Дома Яви Христа Каждый Из вас Вы Знаете Павел Увидел Тоже Что И В Нем Есть То Что Он Ненавидит Кто Из вас Может Поднять Руку И Сказать А В Обнение От Лукавства Поднимите Я Уверена Что Сейчас Ангел Пройдет С Мечом И Пообрубает Во всех Есть Во Всех И Павел Увидел И Бедный Я Человек Потому Что Хочу К Чему Стремлюсь Не Все Получается Потому Что Он Увидел Внутренность Которая Тянет Другую Сторон И Он Все В Борьбе И Чем Больше Ты Становишься Святым Тем Больше Ты Собой Недоволен Потому Что Тем Больше Видишь Что Ты Тянешь Теб К Другому А Это Все Присутствует А Другие Говорят Наверное Он Тоже Был Грешным Человеком Потому Что Был Святым Он Это Увидел И Смог Сказать Бедный Человек Кто Избавит Меня От Сего Тела Смерти Потому Что По Внутреннему Человеку Он Находит Удовольствие В Законе Божьем В Заповедях Его А Плотью Оремя Хочет Своего И Он Увидел Что Боже Мой Бедный Человек Кто Избавит Меня От Этого Тела Смерти Но Есть У Нас Избавитель Благодарю Бога Моего Иисусом Христом Господом Нашим И Так Тот же Самый Я Умом Моим Служу Закону Божьему Ну А плоть Закону Греха От Плоти Не Избавиться Но Ум Сердце Душа Должны Служить Господу Закону Божьему Мы Призываемся К этому Потому Что Когда С нами Сталкиваются Первое Что Видят Это Плоть Плоть Симпатична И Симпатична И Многие Столкнешься Ближе Красота Пропадает Лучше Быть Не Настолько Симпатична Внешне Когда Подойдут К тебе И Увидят Такую Красоту Которая Просвечивается Изнутри И Прилепляются К той Красоте Это Это Намного Ценнее Поверьте Поганка Очень Красиво Выглядит Правда Заманчиво А как Она Ядовита Мои Хорошие Как Я хочу Чтобы Мы Соответствовали Нашему Господу Как Я Хочу Чтобы Он Приходил Сюда И Получал Удовольствие Сегодня Когда Мы Прославляли Его Мне Так Хотелся Я Молилась Говорю Господи Как Я Хочу Быть Украшением Для Тебя Как Я Хочу Тебя Радовать Я Не Знаю Что Сделать Чтобы Тебя Радовать Я Так Хочу Чтоб Церковь Радовала Я Хочу Чтоб Он С Радостью Бежал Чтобы Он Говорил Я Нахожу Успокоение В этом Месте В Этой Церкви Успокоение Как Я Хочу Чтобы Он Успокаивался В Домах Наших Чтобы Приходил В Наши Дома И Видел Как Утешение Получал Я Не Зря Пострадал Не Зря Был Распит Не Зря Кровь Пролил Мы Его Награда Понимаете Мы Его Рады Будьте Его Наградой Что Он Не Зря Это Все Сделал Очень Хочет Сатана Доказать Зря Ты Распялся Все Равно Мир Грешный Все Равно Тебя Не Любят Все Равно Все Лицемеры Все Равно Все Лукавые Неправда Не Зря Докажите Ему Это Докажите Что Не Зря Будьте Украшением В Венце Нашего Господа Продолжение следует... Продолжение следует...